МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СКРИП КЛИКОВОЙ ЧАСОВ Добрый день! Вы смотрите новости на телеканале МСБС. В студии Телегусян Задэн и о главном. Гостеприимство Азербайджана на освобожденных территориях. Деятели искусства с десятков стран принимают участие в проходящем в Карабахе седьмом международном музыкальном фестивале Хары-Бюль-Бюль. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Великобритания предоставит Украине крупнейший пакет военной помощи с начала вооруженного противостояния с Россией. По сообщению Министерства обороны страны, речь идет о нескольких миллионах патронов и свыше 400 боевых транспортных средств. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Соединенные Штаты предлагают Тель-Авиву секретные разведданные о местонахождении лидеров Хамаса взамен на отказ от масштабного вторжения Израиля в Рафах. Несмотря на давление, Израиль пока не намерен отказываться от своих планов. В испанском регионе Каталония проходят досрочные парламентские выборы. Согласно опросам, большинство всего шансов на победу у партии премьер-министра страны Педро Санчеса. Второе место может занять команда опального политика Учдемона. Более ста мирных жителей, захваченных в заложники и уведены в неизвестном направлении боевиками на северо-западе Нигерии. По данным СМИ, вооруженные люди атаковали три деревни. Точное число заложников неизвестно. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В городе Ханкенди накануне состоялось очередное заседание координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. В соответствии с поручениями главы государства на освобожденных территориях реализуются многосторонние проекты по созданию современной инфраструктуры, динамичной реинтеграции территории, национальную экономику и обеспечению их устойчивого развития. Коснувшись проделанной работы в рамках первой государственной программы великого возвращения, руководитель штаба Самир Нуриев отметил, что численность населения, которое до конца нынешнего года вернется на освобожденные территории, по 27 населенным пунктам превысит 25 тысяч человек. И в предстоящие годы эта цифра постепенно будет расти. После заседания был проведен осмотр территории, ряда объектов в городах Анкенди, Ходжалэ, а также в поселке Аскеран. В Карабахе царит праздничная атмосфера. Накануне в культурной столице Азербайджаном в городе Шуша открылся 7-й международный музыкальный фестиваль «Хары бюльбюль», организованный фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры. В котором принимают участие деятели искусств из многих стран. Город Шуша является культурной столицей исламского мира, что дает дополнительную возможность рассказать об азербайджанской культуре как общественности мусульманских стран, так и мировой общественности. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на открытии фестиваля. Клава государства напомнил, что освобождение города Шуша в результате Карабахской войны – яркая страница в истории Азербайджана. Президент назвал город символом героизма, победы и мира. Сегодня второй день музыкального фестиваля. Среди гостей государственные и общественные деятели, представители культуры, науки, творческой интеллигенции и молодежи. Культурный праздник продлится до 13 мая и пройдет также в Лачине. Программа фестиваля этого года отличается не только числом исполнителей, но и репертуаром, а также разнообразием номеров. Баку и Реван договорились продолжать переговорный процесс. В Алматы накануне завершилась встреча глав МИД Азербайджана и Армении. В ходе переговоров Джейхун Байрамов и Арарат Мирзаян обсудили положение проекта мирного договора между странами. Дипломаты выразили признательность казахстанской стороне за проведение встречи между армянской и азербайджанской делегациями. Эти переговоры можно назвать успешными, ведь впервые они прошли без посредников. 10-11 мая в Алматы прошли переговоры министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с главой МИД Армении Араратом Мирзаяном. До начала обсуждения деталей мирной повестки Баку и Ревана состоялась встреча глав МИД с руководителем внешнеполитического ведомства Казахстана Муратом Нуртлеу. Дипломаты приветствовали продвижение в вопросе делимитации и демаркации государственной границы Азербайджана и Армении и достигнуты в этом отношении договоренности. Затем в формате один на один состоялось обсуждение положений проекта двустороннего соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией. Эти встречи, эти контакты являются очень конструктивными и переговоры ведутся тет-а-тет и Азербайджан и Армения, конечно, знают особенности, специфику, ментальность и все вопросы регионы, и поэтому возможно и даже нужно обсуждать все вопросы наедине. И главное, что инициатива Братского Казахстана сработала и эта платформа может быть устойчива и в будущем встречи на уровне глав МИД и даже лидеров возможно состояться. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выразил благодарность Казахстану за активную поддержку и предоставление площадки для проведения переговоров между Баку и Ереваном. Стороны договорились продолжить обсуждение вопросов, по которым все еще существуют разногласия. Глава МИД Армении Арарат Мирзаян напомнил о подписании в 1991 году здесь же, в Алматы, декларации, которая признает бывшие административные границы советских республик межгосударственными границами независимых государств. Армянский министр подчеркнул, что за последние два года Баку и Ереван подтверждали взаимное признание территориальной целостности на основе этой декларации. По словам Мирзаяна, Ереван нацелен на мир с Баку, нацелен на согласование мирного договора, а также конструктивно вовлечен в переговорный процесс. Я думаю, что Армения торопится еще и по той простой причине, что очень хочется вступить в Евросоюз. Ну и скорее всего, я так предполагаю, что может быть даже и в НАТО, поскольку требования Евросоюза и НАТО заключаются в том, чтобы не иметь никаких территориальных споров с соседними государствами, это все происходит. Причем просто происходит в такой невероятной спешке, что в общем как бы получилось так, что вот 24-й год, он как раз явился тем годом, который в принципе завершит войну и состояние войны, завершит все, все спорные проблемы. И в общем-то Армения поняла, что конфронтация ей не то, что не выгодна, она ей не по силам. И скорее всего мир будет заключен в ближайшее время. Арарат Мирзаян по итогам переговоров с Джейхуном Байрамовым подчеркнул, что Еревану и Баку не стоит ограничиваться подписанием мирного договора. Они могут пойти еще дальше и разблокировать все транспортные коммуникации в регионе. Армянский министр отметил, что открытие путей должно происходить с пониманием, что вся транспортная инфраструктура останется под суверенитетом тех государств, по территории которых она проходит и будут действовать согласно юрисдикциям этих стран. Открытие транспортных коридоров, то о чем говорят, поговорили Арарат Мирзаян и Джейхуном Байрамов, понятное дело это тоже нужно и Армении даже больше, чем всем остальным. Но и тем странам, к которым они собираются применять, то есть Евросоюз, это тем более нужно, тем более, что и благодаря вот этим транспортным коридорам откроются широкие возможности для экономического процветания всего региона. Это, в общем, в интересах всех заинтересованных стран. Интересно, что поддержку алматинской встречи впервые выразили США и Россия, занявшие практически схожую позицию по переговорам между Азербайджаном и Арменией. Официальный представитель МИД России Мария Захарова приветствовала контакты Баку и Еревана, состоявшиеся без участия Москвы. Примечательно, что ни одна встреча лидеров Азербайджана и Армении, а также глав МИД двух стран в Брюсселе, Берлине, в других западных столицах одобрения внешнеполитического ведомства России не получала. Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер накануне переговоров также заявил, что Белый дом приветствует встречу глав МИД Армении и Азербайджана в Алматы. Эти договоренности, все мировые геополитические центры, которые заинтересованы в устойчивом развитии и мире на Южном Кавказе, должны поддерживать такие диалоги. Эти диалоги поднимают меры доверия, поднимают настроение на урегулирование всех нерешенных проблем по мирному договору. И в результате цикла таких встреч можно и дойти до финишного прямого для подписания мирного договора между Азербайджанами и Армении. Баку удалось вывести за скобки переговорного процесса всех посредников, ведущих геополитическую борьбу за обеспечение своих интересов на Южном Кавказе и перевести мирный диалог в прямой формат. Это важное дипломатическое достижение, поскольку у Баку и Еревана уже есть опыт получения реальных результатов в прямых переговорах. В итоге впервые за последние два года исчезла интрига вокруг вопроса, где и при чьем именно посредничестве будут организованы армяно-азербайджанские мирные переговоры. Эльвин Абдулаев, CBC Об алматинском раунде переговоров мы поговорим с Чингизом Мамедовым, независимым экспертом и аналитиком. Здравствуйте, Чингиз Меолин. Добрый день, спасибо за приглашение. Это на самом деле мы будем в интересное время. Вот эти последние события, которые мы наблюдали в Влащине, в Шуши, они, конечно, внушают очень большой оптимизм. Чингиз Мамедовым, учитывая, что информации по итогам переговоров не так много, но все-таки, как вы думаете, есть ли серьезные подвижки по мирному соглашению? Я и в преддверии переговоров выступал, и был настроен довольно, скажем так, осторожно. Не скептически, но осторожно. Почему? Потому что определенное время переговоры приостановились, и я, скорее всего, рассматривал встречу в Алмате как возобновление переговоров. Почему? Потому что определенные попытки делались давить на Азербайджан, и мы увидели проявление этого в речи президента, который он сделал в Шуши и Влащине. Я бы сказал, что не только слова президента, но и тональность его выступления демонстрировали, что Азербайджан в определенной степени подвергался, я бы не сказал, нажиму, но какому-то попыткам каким-то образом повлиять на позицию Азербайджана. Азербайджан выдвинул три требования в преддверии каких-то переговоров, и еще одно требование по поводу формата переговоров. Были сделаны попытки, чтобы переговоры шли на западных площадках, и Азербайджан своими решительными действиями отверг эту попытку, и добился того, что переговоры теперь ведутся на двусторонней основе. Конечно, сильные мира сего, сильные государства, большие государства присутствуют. К сожалению, страны нашего региона не такие большие, чтобы самим полностью определять политику и то, что творится на Южном Кавказе. Приходится принимать во внимание. Другое дело, каким образом Азербайджану удается добиваться своих интересов в этих условиях. И мне кажется, азербайджанская дипломатия продемонстрировала очень высокое искусство. Во-первых, в том, что переговоры сейчас идут на двусторонней основе. И обратите внимание, где они идут. То есть уже не в Москве, не на западных площадках, а в Казахстане, который является дружественным государством по отношению к Азербайджану. И вот то, что Казахстан сделал свой вклад в культурное строительство на освобожденных территориях, еще раз проявляется в том, что это успех Азербайджана. Теперь, почему я думаю, что делались попытки влиять на позицию Азербайджана. То, что президент Азербайджана сказал, что делаются одолжения, что визит посла какой-то страны. Но все понимают, о каком после и о какой стране идет речь. И это представляет как одолжение со стороны Азербайджана. Президент Азербайджана, конечно, не может раскрывать всех деталей переговоров, которые идут за закрытыми дверями. Но он использует вот такие площадки для того, чтобы делиться с обществом, и в том числе с теми, кто анализирует события в регионе. А что все-таки происходит с закрытыми дверями? Я думаю, что за закрытыми дверями делались попытки оказать влияние на позицию Азербайджана по двум пунктам. Первое, это, значит, необходимые изменения в Декларации независимости Армении. И второе, по поводу режима коммуникации между двумя частями Азербайджана, между Найсчеванью и основной частью Азербайджана. То есть, скорее всего, просили Азербайджану, я не знаю, как это лучше выразить, просили, пытались оказывать влияние, чтобы Азербайджан смягчил эти два своих требования. Потому что третье требование по поводу возвращения оккупированных азербайджанских сел в казахском районе уже решено. И слабость протеста в Азербайджане показывает, что армянское общество уже приняло вот это третье условие. Теперь судьба мира, не судьба мира, скажем, более лучше. Значит, от позиции Армении зависит, каким образом мы будем продвигаться по повестке мира. Потому что и речь президента, я ее растворковал таким образом, что Азербайджан не собирается идти на ослабление своих позиций и своих требований по двум другим условиям. По поводу изменения декларации Армении, декларации независимости Армении и о коммуникациях между Найсчеванью и Азербайджаном. Я считаю, что это очень правильное требование, потому что Азербайджан должен быть уверен, что реваншистские поползновения Армении больше не повторятся. Потому что даже вот эти протесты, которые идут в Армении, и то, как они интерпретируются, показывают, что все-таки в Армении еще силен реваншизм. Азербайджан вкладывает большие ресурсы на восстановление Карабаха. Азербайджан все еще вынужден тратить большие средства на свою оборону. Поэтому Азербайджан должен быть уверен, что реваншизм в Армении больше не поднимет голову. И, кстати, президент Азербайджана ясно, очень открытым текстом сказал это и в выступлении в Лачине, и в выступлении в Шуше. Вот я бы охарактеризовал таким образом. Значит, мы продвигаемся к миру, причем продвигаемся к миру на тех условиях, которые Азербайджан выдвинул и добился этого. И теперь все зависит от того, насколько быстро армянское общество и армянское руководство сможет согласиться на эти условия Азербайджана. Еще раз подчеркну. Президент своей речи в Шуше сказал, что переговоры идут на наших условиях, и мы настаиваем на своих требованиях. Вот это самое главное. Чингисмай, вот вы затронули протестное движение в Армении. Мы видим там достаточно такая, да, это забетная кампания. Ну, наверное, это ожидаемо, потому что всегда будет часть общественности, которая будет высказывать свое недовольство. Но может ли вот эта протестная кампания поставить под удар ту же позицию Пашиняна? Вот в целом вот эта ситуация может ли стать каким-то дополнительным фактором, чтобы уйти, допустим, от каких-то моментов тех же переговоров? Я думаю, что вряд ли. Потому что, как показали события последних дней, протестному движению не удалось набрать достаточно сил. То есть только в первый день демонстрации были более-менее многочисленными. И то потому, что был эффект новизны. И люди, армянское общество находится в духовном кризисе. Поэтому всякий, кто чем-то выражает, что якобы может помочь Армении, привлекает внимание. Но сразу возникает вопрос, а какая повестка? То есть у протестных сил в Армении нет повестки. Потому что требование устранить Пашиняна, оно, так сказать, было основным требованием. Но последовал аргумент со стороны властей. А что вы предлагаете? А предлагать нечего. Потому что, если, скажем, они будут предлагать какие-то реваншистские действия, то это приведет к еще больше ухудшению ситуации в Армении. Потому что силы Армении и Азербайджана несопоставимы. Азербайджан превосходит Армению по всем компонентам. И время играет на Азербайджан. Поэтому протестное движение было обречено, в общем-то, на провал. Конечно, всегда остаются какие-то элементы случайности. Но армянские власти контролируют ситуацию. У оппозиции нет программы действий. А когда нет программы действий, то нет и знаменосца. Понимаете? Сейчас в протестном движении в Армении, поскольку отсутствует программа, то и нет знаменосца. А Баграт, этот Вазген, он никак не годится ни с точки зрения, ни как политический лидер. У него нет абсолютно никакой программы действий. И ему нечего предложить армянскому обществу. А то, что за кулисами действуют вот эти руководители Карабахского клана, бывшие руководители Армении, они пытаются даже оставаться в тени. Видите, в первый день, так сказать, прошла информация, что Вазген встречался с Робертом Кучаряном. И тут же они ее опровергли, продемонстрировали эту фотографию с его ступнями. Довольно смешную фотографию. Что он не встречался, но он страдает. Да, это, конечно, было смешно. И никак не подействовало ни на армянское общество, ни на те, кто за пределами Армении наблюдает за процессами. Азербайджан заинтересован в продолжении диалога со своим соседом. Также в том, чтобы не допустить влияния на переговоры других необъективных посредников. Ну, а таковы имеются. Мы знаем, что это Франция. Вот что можно сказать о внешнеполитическом курсе Еревана? Вот насколько западные игроки даже сейчас готовы оказывать Еревану помощь, поддержку, давать какие-то гарантии? Как я уже заметил, Азербайджан не является такой страной, которая может проводить, ну, не считаться, скажем, с мнением больших, сильных государств. Мы это принимаем во внимание. И Армения тоже принимает во внимание. Но в отличие от Азербайджана, у Армении нет последовательной позиции. Она меняет, вынуждена. Почему? В зависимости от конъюнктуры, от того, кто оказывает большее влияние на Армению. Я думаю, что вот Армения в последние дни, даже встреча в Казахстане, показала, что они в очередной раз, скажем, немножко обманули ожидания западных своих союзников. Надо принять во внимание, что Армения, как поддерживалась Западом на протяжении 300 лет, она и будет поддерживаться. Это вот данная реальность. Мы с этим ничего не можем поделать. Другое дело, что мы можем этому противопоставлять свои требования и свои дипломатические способности. Я думаю, что вот руководство Азербайджана, умело маневрируя между Россией, нейтрализуя Иран и посредством, значит, балансируя между Россией и Западом, Азербайджан добился того, что Армения пошла навстречу в Алмате. Я думаю, что в армянском обществе, в руководстве были какие-то раздумия, размышления, идти на эти переговоры или нет. Потому что без всякого сомнения, переговоры в Алмате, причем даже в Астане, а в Алмате, я думаю, что Армения захотела придать этому какой-то символический смысл. Армения хочет, чтобы теперь Армения, которая на протяжении 30 лет отказывалась от алматинских соглашений 91-го года, теперь вдруг стала их яростным таким сторонником. Ситуация изменилась. За эти почти 36-37 лет, с начала конфликта с 1987 года и с алматинской декларации 91-го года, прошло 30 с чем-то лет, и поэтому ситуация на земле изменилась. Естественно, что ситуация на земле влияет и на переговорный процесс. И Азербайджан вполне законно заявляет, что переговоры должны идти на условиях Азербайджана, и все должны считаться с интересами Азербайджана. Обратите внимание, значит, большие государства все время говорят о своих интересах. Соединенные Штаты говорят о своих интересах почти в любой точке земного шара. А когда дело доходит до Южного Кавказа, вдруг какие-то большие, так сказать, государства, они хотят, чтобы преобладали их интересы. Господа, прежде всего должны приниматься во внимание интересы тех людей, которые живут в регионе. Интересы миллиона азербайджанских беженцев, интересы тех людей, которые сейчас возвращаются в Карабах на свое постоянное место жительства. И я думаю, что перспективы для Азербайджана хорошие, и будем наблюдать за процессами. Но, Тарихан, повторю, я не ожидаю быстрых процессов. Потому что в основном, теперь, сейчас, армянское общество должно постепенно принять два других требования Азербайджана. Я уверен, что, конечно, я не могу говорить за азербайджанскую руководство, я могу только анализировать, но, мне кажется, вот даже своими выступлениями и влачениями в ШУШЕ, президент еще раз подчеркнул, что ослабление в позиции Азербайджана по двум другим требованиям, по, значит, изменению в декларации независимости Армении и по коммуникациям, Азербайджан не будет соглашаться на смягчение своей позиции. Спасибо. Спасибо вам большое за ваш анализ, за комментарии. К нам подключался Ченгиз Мамедов, независимый эксперт и аналитик. В Армении продолжаются акции протеста против делимитации и демаркации границы с Азербайджаном, которые предполагают возвращение четырех оккупированных сел Газахского района. Движение несогласных возглавляет архиепископ Баграт Галстанян, решивший не уповать на Бога, а лично заняться судьбой своих соотечественников. Попутно он призывает к свержению власти Николу Пашиняну. В Армении не утихают акции протеста, начавшиеся 19 апреля на фоне договоренности Баку и Еревана о начале процесса делимитации государственной границы. Вдохновившись примером архиепископа Баграта Галстаняна, организовавшего так называемый крестный ход на Ереван под девизом «Войма Родина», накануне с центральной площади Гюмри, второго по величине города Армении, стартовал автопробег в сторону столицы. Несогласные на мир с Азербайджаном возможны только на условии делимитации границы. Также перекрыли трассу Спитак-Ереван, а сам предводитель всех недовольных. Баграт Галстанян тем временем требует отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. «Я не думаю, что церковь может руководить этим движением. Те, кто стоят за всем этим, являются остатками криминальной олигархии. Эти люди долгие годы находятся в тесном сотрудничестве с бывшими властями. Сегодня звучат противоречивые заявления, особенно со стороны Баграта Галстаняна. Мы знаем, что два года назад он участвовал в кампаниях Роберта Кочаряна, выступал на митингах оппозиционеров. Ясно, кого он хочет привести к власти. Вполне вероятно, что Баграт Галстанян тоже хочет получить должность. И потом не ему решать, кому быть премьер-министром страны». По данным движения «Национальный фронт», акции протеста прошли также в Ларийской и Ширакской областях Армении. МВД Армении сообщает о приводе с акций протеста в Ереване 48 человек. «Сегодня они заявляют, что решили вопрос сохранения армянства. Однако они ничего не сделали для сохранения государства. Вместе с Дашнаками всю жизнь они обманывали и грабили верующих людей. Сегодня те бандиты, которые представляют себя депутатами, журналистами, решили дойти до Еревана и спасти Родину. На протяжении веков мы были жертвами этих так называемых священников». 9 мая глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян призвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна подать в отставку. Требование не было удовлетворено, после чего Галстанян объявил о начале акции неповиновения и процесса импичмента с поддержкой оппозиционных фракций парламента. Военные атташи 18 стран мира, в том числе и Азербайджана, наблюдали за военно-морскими учениями «Морской волк-2» в Турции. В рамках очередной фазы учений, проводимых в восточной части Средиземного моря, группа надводных военных кораблей и подводных лодок выдвинулась в заданный сектор из района порта Аксас. Согласно сценарию учений, группа бойцов морского спецназа обезвредила морскую мину. Ударные вертолеты «Анадулу», взлетевшие с борта флагмана ВМС Турции, а также быстроходные военные катера нанесли удар по целям условного противника. На последующем этапе был отработан план высадки десанта с целью обеспечения контроля над одним из островов. Ну а далее, в соответствии со сценарием, ударные БПЛА успешно поразили заданные цели. Был нанесен групповой удар по военному кораблю условного противника, продемонстрированы возможности беспилотного подводного дрона «Камикадзе». Министр национальной обороны Турции Ашар Гюляр дал высокую оценку слаженности действий ВМС страны. Глава Белгородской области России сообщил о массированном обстреле областного центра и прилегающих районов вооруженными силами Украины. Один из снарядов попал в многоквартирный жилой дом, вызвав значительное разрушение. По данным российских СМИ, повреждения получил почти весь дом. 16 квартир обрушились. Точной информации о числе пострадавших пока нет. В больнице направлено 17 раненых в результате взрыва. По последним данным, МЧС России удалось спасти 12 человек, в том числе двух детей. Ранее Интерфакс сообщал со ссылкой на экстренные службы, что в результате обрушения секции 10-этажного дома есть погибшие, а также под завалами могут находиться до 10 человек. Обстрел Белгорода произошел в ответ на чрезвычайную ситуацию, сложившуюся в Харьковской области Украины вследствие наступления российских войск. Нацполиция Украины в своем телеграм-канале сообщила, что 10 мая эвакуировало 970 жителей из трех территориальных общин. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что активные боевые действия ведутся в приграничных селах Харьковской области. Сегодня внимание прежде всего в фронту. Ситуация в тех наших районах, где сейчас больше всего риска в российских наступательных действиях. Наша оборонительная операция продолжается на Харьковщине, в районе сел. Стрелечье, Красное, Мараховец, Олейниково, Лукьянзе, Гатище, Плетеневка. Это приграничные села. Наши войска уже вторые сутки ведут там контрударные действия, защищая украинскую территорию. Особо напряженной остается ситуация и в Донецкой области, в частности на Покровском направлении. Это Семеновка-Нитайлова. Ежедневно там происходит более 30 боевых столкновений. Это чрезвычайно сложно. Конечно, мы уделяем внимание всем остальным направлениям наших оборонительных действий. В пятницу российские войска начали вторжение на территорию Харьковской области. Атака на новом направлении может предвещать более широкое вторжение Харьковской области или иметь целью отвлечь измотанные украинские войска с других районов боевых действий. Министерство обороны России сообщило на брифинге, что его войска заняли с села Плетеневка, Борисовка, Пильная, Стричелечия на границе с Белгородской областью. Тем временем глава Харьковской областной военной администрации заявил, что на территории всех пяти приграничных сел все еще продолжаются активные боевые действия. На фоне усиления российского наступления Великобритания активизировала свою поддержку Украине, как сообщили в Министерстве обороны Королевства Киеву. Передается рекордный пакет помощи, состоящий из более 1600 ударных и зенитных ракет и сотен транспортных средств. Великобритания предоставит Украине крупнейший пакет военной помощи с начала войны с Россией. В очередную партию помощи войдут 4 миллиона патронов к стрелковому оружию, более 1600 ударных и зенитных ракет, а также 400 транспортных средств, в том числе 162 бронемашины и 78 вездеходов. По мнению экспертов, Великобритания с первых дней войны пытается максимально помочь Украине, потому что это в ее интересах геополитического и геоэкономического характера. И плюс ко всему элементарный вопрос безопасности Европы. В Лондоне прекрасно понимают, что если не остановить войну, то она придет и в Европу. Великобританцы, как никто, понимают, что война придет на территорию Европы, если не остановить ее здесь. И не только остановить, но и желательно отодвинуть обратно. Поэтому это там понимание есть, совершенно четко. Сейчас это понимание приходит и в страны Евросоюза. Ничего удивительного нет в том, что великобританцы сейчас берут на себя основную роль, как и страны Евросоюза просыпаются, потому что они ближе. Ранее Евросоюз согласовал гарантии безопасности для Украины, предусматривающие политическую, военную, экономическую помощь стране. Как следует из документа, ЕС гарантирует Киеву незамедлительные консультации в случае новых нападений на Украину. При этом участие европейских солдат на стороне украинской армии в случае новых нападений косвенно исключается. Европейские союзы и его государства-члены вносят решающий вклад в обеспечение немедленной и долгосрочной безопасности и устойчивости Украины посредством военной и гражданской помощи, гуманитарной, финансовой, торговой и экономической поддержки, размещения перемещенных лиц, поддержки реформ, реконструкции и восстановления, а также посредством ограничительных мер и дипломатической поддержки. В случае агрессии Европейские союзы и Украина намерены в течение 24 часов провести консультации относительно нужд Украины. Между тем, часть выделенной США Украине военной помощи уже рассмещена на складах в европейских странах, что позволило организовать быструю поставку, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Для доставки остального вооружения и техники на поле боя требуется дополнительное время. «Кое-что из первого пакета оборонной помощи, который мы объявили в рамках закона о дополнительном финансировании в тот же день, когда президент подписал его, уже попало на поле боя в руки украинских военных. А для доставки остального вооружения и техники на поле боя требуется дополнительное время». Союзники Украины, такие как Германия, Франция, в последнее время активизировались в плане помощи Киеву. Они на основе разведданных собственных спецслужб рассчитывают дальнейшие действия российской армии, и получающийся расклад их не устраивает. Балифа Бахшиева, Сибиси. Около 300 тысяч палестинцев эвакуировались из Рафаха на юге сектора газа в расширенную гуманитарную зону в районах Аль-Маваси и Хан-Юнис, сообщает армия обороны Израиля. Накануне Цахал призвал палестинцев, укрывающихся в Рафахе, покинуть еще ряд районов этого города. Израиль усиливает давление на Рафах, несмотря на негативную реакцию своего главного союзника США. Так, в начальной неделе Джо Байден заявил, что прекратит поставки некоторых видов вооружения, если Израиль начнет полномасштабное наступление на Рафах. Глава ООН Антонио Гутариш заявил, что сектору газа грозит эпическая гуманитарная катастрофа, если Израиль начнет полномасштабную наземную операцию в Рафахе. А Франция призвала Израиль прекратить свои операции на юге Газы без промедления. Как заявил глава европейской дипломатии Жозеф Боррель, Израиль в соответствии с международным правом обязан обеспечить безопасность жителей Рафаха. Он также призвал Израиль прекратить наземную операцию в Рафахе, так как она больше усугубит гуманитарный кризис. Президент Соединенных Штатов Джо Байден выразил уверенно, что режим прекращения огня вступит в силу в секторе газа после того, как палестинское движение «Хамас» отпустит удерживаемых им заложников. Такое заявление он сделал, выступая на мероприятии по сбору средств для своей избирательной кампании в штате Вашингтон. Завтра же будет остановлен огонь в Газе, если «Хамас» освободит заложнику. Думаю, мне не стоит сейчас вдаваться в подробности. Не хочу больше говорить об Израиле. Напомним, что в конце ноября 2023 года при посредничестве Египта и Катара было установлено временное гуманитарное перемирие, которое продолжалось неделю. И за это время, по данным Израиля, были освобождены 110 заложников. 1 декабря режим прекращения огня был нарушен. Боевые действия возобновились и продолжаются по сей день. Соединенные Штаты, пытающиеся предотвратить масштабное вторжение Израиля в Рафах, предлагают Тель-Авиву секретные разведданные. В частности, они помогут Сахалу определить местонахождение лидеров «Хамаса» и найти скрытые тоннели группировки. Об этом сообщает «Вашингтон-Пост». По словам источников издания, США также предложили помощь в предоставлении тысяч убежищ, чтобы Израиль мог построить палаточные городки, а также помочь в строительстве систем доставки еды, воды, медикаментов, чтобы палестинцы, эвакуированные из Рафаха, могли иметь пригодное для жизни место, сообщили чиновники, говорившие на условиях анонимности, чтобы не разглашать тайну дипломатических переговоров. Президент США Джо Байден и его старшие помощники делали подобные предложения в течение последних нескольких недель. В надежде, что они убедят Израиль провести более ограниченную и целенаправленную операцию в городе на юге Газы. Представители администрации заявили Израиле, что потребуется несколько месяцев, чтобы безопасно переселить сотни тысяч палестинцев, которые сейчас живут в ветхих и антисанитарных условиях в Рафахе. Израильские официальные лица не согласны с этой оценкой. США рискуют быть втянутыми в Третью мировую войну в случае, если Джо Байден будет вновь избран главой государства. Такое мнение высказал кандидат на пост президента Соединенных Штатов Дональд Трамп. В преддверии главного голосования в Штатах в ноябре этого года политические партии всеми силами пытаются завоевать доверие избирателей. Ну а о шансах демократов и республиканцев на выборах в нашем следующем сюжете. Чем ближе выборы в США, тем громче звучат слоганы политических партий, борющихся за победу. Кандидаты на владение ключами от овального кабинета те же, что и четыре года назад. От демократов выдвигается действующий президент Джо Байден, а от республиканцев – экс-президент Дональд Трамп. По мнению экспертов, основополагающими факторами при распределении голосов американских избирателей станет вопрос сохранения их экономического благосостояния. Экономическая вовлечённость США в войну в Украине и в секторе газа, а также последствия пандемии коронавируса стали причиной роста инфляции, что повлекло за собой недовольство американцев. С экономической точки зрения, как последствия пандемии, так и военные конфликты стали причиной роста инфляции, что создало немало проблем для действующей администрации Джо Байдена. Именно поэтому обе политические стороны дают обещание укрепить экономику. Дональд Трамп заявил о намерении оказать поддержку большим корпорациям в вопросах налогообложения. А Джо Байден обещает укрепить средний класс. Ещё одной проблемой, беспокоящей простых американцев, является безопасность границ США. Техасский кризис доказал, что в американском обществе растёт недовольство нелегальными мигрантами. Республиканская партия во главе с Дональдом Трампом выступает за ужесточение миграционной политики, в то время как демократы во главе с Джо Байденом видят в мигрантах основу своего электората. На фоне постоянных разногласий в ведении экономической, военной и миграционной политики есть лишь одна тема, в которой демократы и республиканцы придерживаются единого мнения. И это Китай. По мнению экспертов, обе политические силы видят в Пекине соперника, угрожающего экономическому господству Соединённых Штатов. «Как демократы, так и республиканцы отмечают повышение опасности для США, излучаемой Китаем. Вне зависимости от того, кто придёт к власти, Трамп или Байден, Китай будет расцениваться в качестве главного соперника. Возможно, что со стороны Трампа будет показана более резкая реакция. Не исключено, что он настоит на скорейшем прекращении военных действий в Украине и в секторе газа, чтобы направить все свои усилия на экономическую войну с Китаем». Экономический рост Китая, повышение его роли в контексте мировых политических процессов не может не настораживать США, привыкшие диктовать миру свои правила и законы. Пока неизвестно, кто станет хозяином Белого дома после выборов президента в ноябре 2024 года. Но ясно одно. Вашингтон будет вынужден перенаправить своё внимание с участия в политических войнах, в пользу ведения войны экономической. Абухай Джафарова, CBC. В Испанской Каталонии началось голосование на региональных парламентских выборах. Правом голоса обладают свыше 5 миллионов человек. Первоначально парламентские выборы планировались на 2025 год. Решение о досрочном голосовании принял глава правительства Каталонии Пере Арагонес. После того, как местный парламент не одобрил проект бюджета, предложенный Кабмином. Сегодняшний день может стать историческим для Каталонии. В этом испанском регионе проходят досрочные парламентские выборы. Местному населению предстоит избрать 135 депутатов парламента автономного сообщества, которые затем должны утвердить кандидатуру будущего главы правительства региона. Изначально выборы были запланированы на 2025 год. Решение о досрочном голосовании было принято главой правительства Каталонии Пере Арагонесом. Он пошел на этот шаг после того, как местный парламент не одобрил план бюджета, предложенный Кабмином. СМИ отмечают, что эти выборы станут испытанием как для политических движений в регионе, так и для курса премьер-министра Испании Педро Санчеса. С одной стороны, это сложная политическая ситуация, поскольку есть конкретные кандидаты, которых преследует испанская система правосудия. С другой стороны, они могут потенциально победить на выборах. Я думаю, что это самый деликатный момент голосования. Традиционно парламентские выборы в Каталонии привлекают особое внимание из-за сепаратистских настроений определенной части общественных и политических кругов в сообществе. В этот раз интерес также обусловлен участием в голосовании бывшего главы правительства региона Карлоса Пучдемона от партии «Вместе за Каталонию». Сейчас Испания рассматривает закон об амнистии, причастных к каталонскому сепаратистскому процессу. Под инициативу могут попасть более 300 человек, в том числе и сам Пучдемон. Сейчас каталонец скрывается от испанского правосудия за рубежом. Но это не мешает ему баллотироваться на этих выборах, поскольку он проводит свою кампанию на юге Франции. «Что касается партий, которые у нас есть, нет, я не думаю, что будут какие-либо изменения. У меня пропадает желание голосовать сегодня. Всегда следует голосовать за ту партию, с которой ты больше всего солидарен. Но, честно говоря, я не ожидаю больших перемен. Я в первый раз голосую в Каталонии. Учитываю вопросы независимости и референдума, потому что в других автономных регионах, где я также была зарегистрирована для голосования, эти вопросы не принимались во внимание. И по ним не возникало проблем». Всего на выборах участвуют девять политических партий. По данным СМИ, победу на голосованиях может одержать социалистическая партия Каталонии. За неё могут проголосовать более 30% избирателей. Эту фракцию возглавляет Сальвадор Илья. Несколько лет назад он был министром здравоохранения Испании. На второе место может претендовать партия вместе за Каталонию во главе с Карлосом Пучдемоном. Его готов поддержать 21% респондентов. На третьем по популярности месте партия «Левые республиканцы Каталонии». Она может претендовать на 16% голосов. Эльвин Абдулаев, CBC. В Литве проходят восьмые за годы независимости президентские выборы. Одновременно с ними проводится референдум о ведении Института двойного гражданства. Правом голоса в республике обладают 2 миллиона 385 тысяч человек. Число избирателей по сравнению с прошлыми президентскими выборами 2019 года из-за неблагоприятной демографической ситуации сократилось на 4%. На пост главы государства претендует 8 кандидатов. Четверо из них выдвинуты политическими партиями. По мнению экспертов и согласно данным соцопросов, фаворитами являются претендующие на второй срок действующий президент 59-летний Гитанос Науседа. Премьер-министр 49-летняя Ингриде Шамониты и независимый кандидат-адвокат 48-летний Игнас Вегелия. Для победы к кандидату необходимо набрать более 50% голосов, пришедших на выборы. Но если никому из претендентов 12 мая сделать это не удастся, через две недели пройдет второй тур с участием двух лидеров первого этапа. Более 100 мирных жителей захвачены в заложники и уведены в неизвестном направлении боевиками на северо-западе Нигерии. По данным Reuters, вооруженные люди атаковали три деревни, увели с обоих жителей. Точное число заложников неизвестно. Пока что 38 мужчин и 67 женщин числятся пропавшими без вести. Захваты заложников при нападении на населенные пункты, железные дороги, учебные заведения стали в последнее время частым явлением в Нигерии. Преступники совершают эти акции в целях, как правило, получения выкупа от родственников. Ранее, 10 мая, группа неизвестных вооруженных людей ворвалась в один из университетов Нигерии и захватила в заложники студентов. Инцидент произошел в Университете естественных наук и технологий в Осари. Но сколько всего студентов было похищено, неизвестно. К этому часу у нас пока все. Мы встретимся с вами в вечернем выпуске. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин